Уроки вокала по скайп. Ребята, всем привет! С вами Орлеана. Моего ученика зовут Борис. Он любезно согласился на мою просьбу показать часть нашего урока. И я очень этому рада, очень благодарна Борису. Борис, спасибо за эту возможность. Я не всех, к сожалению, учеников могу показывать вам и выкладывать, потому что достаточно много людей, которые у меня занимаются, они не хотели бы быть публичными. Им нравится заниматься вокалом для себя, для своего самосовершенствования, для того, чтобы выступать, например, где-то на конференциях с докладом, и им нужно, чтобы у них голос красиво, вокально звучал. Вот для этого они занимаются, но при этом хотят оставаться незамеченными, так скажем. Итак, сегодня, ребята, я покажу вам, как проходит урок. Если ты еще не подписан на мой канал, обязательно сделай это прямо сейчас. На канале «Уроки вокала Орлеана» мы с вами изучаем вокал, мы делаем упражнения, поем распевки, поем песни караоке, а также я иногда делаю реакции на очень популярные видео на ютубе, на очень популярных исполнителей. Мой канал только набирает обороты, советую вам остаться и периодически заглядывать на мой канал. Погнали смотреть урок вокала по Skype вместе с моим учеником Борисом. Так, давайте с песнями. Дышим. Вдох. Ребра раскрыли. Сейчас, кстати, когда пели, вот о чем, на чем фокусировались больше? Фокусировались? Просто на песне. Ну, я старался на звуки больше, ну, как сказать, на том, чтобы, ну, сложно даже сказать, на шучем. Ну, наверное, на звуке, если так можно сказать, типа, на качестве. На качестве звука, все, поняла. Чтобы как-то сомбрально все звучало более-менее, то есть, ну, было. Попробуйте сейчас, когда будете петь, фокусироваться только на том, что вы тянетесь наверх и дышите. И в первую очередь это именно дыхание даже. Ну, как бы тут сложно сказать, какая первая очередь, это важно, да, чтобы у вас поза сохранялась. И чтобы прямо каждый раз, когда вот пауза идет, идет вдох на паузу, все время ребра прям раскрытия идет, да. Вот прямо на этом больше сейчас фокусируйтесь. Я понимаю, что где-то может потеряться там чуть-чуть интонация, да, что-то где-то. Но попробуйте, чтобы вот каждый вдох, прямо вдох задержали и медленный как бы фонационный выдох идет, да. Снова на паузе вдох. Вот прямо вот на этом моменте, как вы каждый раз раскрываете ребра. Не просто как-то так вот получается, то раскрыли, то не раскрыли, то задержали, то не задержали дыхание, да. А прямо каждый раз вдох, задержали и фонационный выдох. Давайте сейчас еще разочек. Прямо даже руки поставьте на нижние ребра и проконтролируйте вот этот процесс. Я просто в один момент забыл слова. Да, это такое может быть, да, случится, просто бац, и я понял, что за секунду как-то огняно петь. Потому что вы перенесли свое внимание на другую вещь и полетели. Да, скорее всего, потому что я отвлекся. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Тянем окушку. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, сложно ли заниматься вокалом по Skype или по любой другой видеосвязи. Я сейчас практикую и Zoom, и WhatsApp, и даже Instagram. Возможности в плане видеосвязи все больше и больше расширяются. Единственный момент, педагог должен уметь заниматься в этом формате. Эффективно ли заниматься вокалом по видеосвязи? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а также поставьте лайк этому видео. И я буду очень рада видеть вас каждый понедельник и каждый четверг на своем канале. А для этого, конечно, вам следует подписаться на канал, чтобы не пропустить видосы. Все, ребята, рада была с вами общаться, видеться. И до скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok